всем привет добро пожаловать на мой канал с вами Алла Белочка и я стартую с очередной новой вышивальной недели сейчас у нас в Питере 10 часов вечера и я взяла свой начатый процесс от фирмы Joey Sunday вот такой красивый яркий пейзаж с домиком домик мечты здесь у нас канвас нанесенным рисунком поэтому решила взять именно этот процесс на данный момент и хорошенько повышевать а планирую я как можно дольше сегодня посидеть за вышивкой ну примерно до двух или трех часиков ночи это точно может и подольше посмотрим как получится под вечер я уже не хочу брать какие-то другие процессы и вышивать здесь все легко и просто взяла несколько ниточек и вперед буду вышивать ну что ж пошла смотреть очередной интересный фильм сериальчик и вышивать свой красивый пейзаж с которым я кстати участвую в нашем сп любимый Dimensions 2018 год а так как хочется в этом году закончить поэтому я продолжаю вышивать сегодня я была на почте и забрала свою посылку подарки с мир вышивки за октябрь месяц вот такие замечательные наборчики ко мне приехали я очень рада красивая интересная разная тема и новогодняя тематика как вот такая красивая красная варежка с белой снежинкой новинка чудесной иглы свет вдохновения замечательный красивый фонарик с птичкой цветочками и бабочками а также butterfly фирма butterfly белла вот такая красивая девушка с тигренком вышивка в круговой технике вышивка бисером выбрала себе наборчика 3d стич давно засматривалась на данного производителя и решила выбрать вот такую красивую шкатулку коробочку мелочи для рукоделия вот с ножницами и бобинками замечательные подарки мне очень рада спасибо огромное мир вышивки за предоставленную возможность также для своих зрителей я оставляю ссылку специальную ссылку в инфобоксе если вы захотели сделать свой первый заказ мир вышивки проходите по данной ссылке и при заказе не забудьте указать промокод слова белочка большими буквами за это вы дополнительно получите 10 процентов скидки вот что-то выбрали девочки до написали промокод белочка и нажмите обязательно кнопку пересчитать обязательно учтется это скидка в 10 процентов вот такая красота пришла мне с мир вышивки я очень рада уся ты что сделала с цветочками как она любит розочки все цветы кусает все объедает все эти зеленые листики а я я уже все разбила вазу взяла обычную баночку и поставила эти розочки вы смотрите вместо преступления оборвала все листья чудо рыжая чудо муся умывается сегодня планировал оторваться по полной программе на вышивке но как получилось так получилось уж больно был интересный фильм по телевизору я его правда включила где-то на середине и иногда зависала на картинке одним глазом вышивку что-то вышивала пыталась вышивать а другим в телевизор до интересный остросюжет на фильм такой очень понравился не запомнила я название правда ну ладно так вот так мы и выглядит продвижение столько мне удалось сегодня повышевать еще здесь немножко повышевала красненьким зеленым и желтым ну буквально чуть-чуть там это как видите до сих пор не могут дошить в этом месте решила взяться за большие цветовые пятна чтобы легче вышивалась и ни о чем не думалось вот просто берешь ниточку и вышиваешь дошиваешь и до конца другой цвет берешь опять вышиваешь вот какой-то темный участок это так на прием не знаю это у нас либо на заднем плане земля или также кусты такого серо-коричневого цвета люблю конечно я поярче пейзажи всякие это немножко было скучновато вышивать дальше пойдет красивое большое дерево высокое все в зелени до домик нужно вышивать много нужно мне еще вышивать здесь также как видите вот производителем решил что здесь каменную дорожку нужно частично вышивать а мне не очень нравится вот эти белые пробелы проплешины как я называю вот я хочу здесь дошить все руки не дойдут полукрестиком до вышивать или крестом блендом каким-нибудь посмотрим и мостик нужно дошить такой дорожный процесс и часто его с собой беру ну не всегда удается вышивать вот по чуть-чуть по чуть-чуть понемножку но продвигается или когда совсем устала пришла с работы не хочется высчитывать ничего по схеме взяла и потихоньку вышиваю вот ну что ж уже совсем поздно слипаются глаза и очень хочется сильно спать поэтому я заканчиваю на сегодня съемки и увидимся очень скоро завтра сегодня у нас четверг девчонки я долго думала и решала что же мне делать с рассвету моря так получается что данный проект я вышиваю всего лишь один раз в неделю но так получается раньше очень хотела закончить дракошу от панны что я собственно и сделала еще что-то другое вышивала да в принципе я человек ни одного процесса я люблю чередовать все это дело в осенний марафон как сами деревья я вступила с этой работы для того чтобы хоть как-то продвигать но время шло недели за неделей у меня какие-то были планы то с работой напряг был потом перестановка ремонте короче у меня все это сместилось вот мало времен для вышивки оставалось и не каждый день вышивала и теперь я думаю этот проект заморозить я очень соскучилась по бисерному процессу и сегодня я буду начинать осенний красивый пейзаж скоро вам все покажу и расскажу поэтому данную работу я планирую снять со станочка и убрать свой комодик да как не грустно не печально очень мне нравится это классная парочка белая лошадка с прекрасной девушкой красивый рассвет спокойное море все вместе с нравится но пока нет вдохновения и желание вышивать вышивать каждый день эту работу я тоже пока не хочу знаете как вступила в марафон ради участия думала продвигать процесс в принципе я дело там норму недельную норму в 700 крестиков когда вышла 700 800 когда получалось больше тысячи да в принципе совсем мизер какой-то вышивала если бы я вышивала один этот процесс и девчонками могла бы посоревноваться то это другое дело появился бы огромный стимул и большое вдохновение а так как я понимаю что я уже мало что успеваю тем более до конца года остается маловато времени а есть другие планы которые хотелось бы воплотить в реальность тем более девчонки я даже какое-то время махнула рукой на свой совместный проект любимый дименшинс 2018 год вышивала что-то другое плюс золотое руно вот и поэтому я хочу убрать этот проект возьмусь за дименшинс и за бисерные процессы да я очень соскучилась по бисеру ну а эту красоту я буду вышивать уже в 2019 году поэтому девчонки я собираюсь брать самоотвод в осеннем марафоне и выхожу из этого марафона не участвую больше все девчонки у меня планы сместились все не получилось то что планировала ну ладно ничего страшного будущем все наверстаем главное как всегда я говорю главное для меня это вышивка в удовольствие так что сейчас я буду этот проект убирать со станочка и сюда натягивать другую канву то есть ткань с нанесенным рисунком скоро вам покажу и расскажу да грустно немножко ну что поделаешь до конца года я не успею и дошить а другое хочется очень повышевать и какие-то хвосты свои подтянуть все снимаю и организую новый бисерный процесс и вот так выглядит мой новый бисерный процесс это фирма паутинка красивый на мой взгляд очень яркий классный осенний пейзаж золотая осень так называется данный дизайн размер готовой работы получится 28 на 38 сантиметров этот наборчик я получила в подарок от людмила дорошенко и собираюсь конечно отшить так весь бисер я уже организовала свои любимые контейнеры так здесь 17 цветов чешского бисера вот такие цвета это три цвета коричневого дальше ярко-желтые оранжевые посветлее потемнее также красная несколько зеленых белый жемчужный светло-серый темно-серый и черным 17 цветов здесь матовый жемчужный и блестящие а также прозрачность прокрашена сердцевинкой так все это смотрится на первый взгляд бисер хорошего качества посмотрим как все будет в процессе вроде бы ровненький и красиво весь вот такая осенняя палитра классный яркий писем девчонки также буду использовать при отшиве этой работы титан 100 вот так выглядит эта катушечка специализированная нить для бисера ариадна титан 100 катушки 100 метров надеюсь мне конечно все это хватит нитка белого цвета ну что ж а теперь хочу вам показать как я организовала свой процесс а вот так выглядит мой будущий проект золотая осень вышивка бисером на ткани с нанесенным рисунком частичная зашивка но при этом здесь много вышивается сразу хочу вам показать участки которые я не буду зашивать это у нас в первую очередь вот этот ручеек не вышивается дальше есть также еще продолжение ручейка и голубое ясное красивое небо с перелетными птичками тоже не зашивается так на заднем плане у нас есть вот такие деревья они тоже не вышиваются а все остальное это березовая роща разные деревья ели берега с кустиками и мостик все это вот зашивается бисером я надеюсь что получится все очень красиво пришила уже свои первые 4 бисеринки и решила вам сразу показать организацию так натянула эту ткань на диван и станочек и впервые использовала боковую натяжку от пригода так хочу показать вот так она выглядит на упаковочке был просто пакетики вот такая этикетка боковая растяжка для канвы и пригода очень похоже на растяжку от мастера серёги в принципе здесь хорошая такая барабанная натяжка все я организовала не натянула когда вскрыла пакетики я думала не разберусь там просто были две веревочки с колпачками вот этими пластмассовыми и отдельно вот эти крабики зажимочки такие крокодильчики кто как называет бронзового цвета в принципе быстро все разобралась натянула подтянула как мне надо и все вроде такая хорошая натяжка получилось нигде ничего не провисает так что можно садиться и вышивать пришила я вот эти бисеринки начала с левого нижнего угла я часто так вышиваю снизу вверх ну что ж девчонки буду вышивать и скоро вам покажу что мне удалось отшить за сегодняшний день поехали итак наступила уже пятница и я хочу вам показать свои продвижения за эти дни вышивала правда не целыми днями а по несколько часов каждый день вот так все это выглядит отшился уже левый бережок зеленая травка и на этой травке скорее всего это опавшие желтые листья либо уже желтеет сама трава также вышелся у меня один из кустиков и начала вышивать березу вот такой ствол дерево отшила часть мостиком так вчера мне больше немножко удалось повышевать вот так это примерно сегодня совсем немножко повышевала так как ездила в гости к рукодельнице к татьяне барыльченко очень интересно было пообщаться в лично увидеться интересный собеседник замечательная хозяйка рукодельница классная мастер на все руки ездила я к татьяне за своим заказиком с украинского сайта иголочка комьюа до заказали огромную большую посылку и скоро я быстро это все покажу так девочки конечно скорость вышивки увеличится тогда когда уже полностью изучу все значки в принципе и здесь немножко не так уж и много скажем тогда 17 цветов вот пока день-два как всегда начинаешь привыкать к значкам ну а потом постепенно скорость будет увеличиваться я взяла часть вышивки например дам часть схемы и потихоньку продвигаюсь вот пойду вверх потом захвачу здесь дошью и примерно на 3 скорее всего на 4 на 5 частей я буду все это делить и вышивать так быстрее все это вышивается конечно чем вышиваться например сначала и до самого конца до так медленнее кажется все это двигается когда берешь какой-то вот участок и отшиваешь его сверху вниз сразу видны продвижения и все это намного быстрее двигается вот так красиво получается в принципе мне все пока нравится хочу сразу сказать что здесь желтый и оранжевый бисер чуть чуть больше чем весь остальное иногда попадаются бракованные бисеринки но их маленькое количество а так в принципе бисер хорошего качества пока все нравится вот такие продвижения за четверг и пятницу мой осенью красивый пейзаж от паутинки золотая осень и вот так выглядит мой огромный заказ с иголочки комью а я впервые там что-то себе покупала я очень рада здесь много разных красивых заготовок для вышивки бисером от различных производителей много также новогодней тематики конечно конечно скоро у нас новый год поэтому хочется что-то такое интересненько повышевать я очень ждала волшебную страну и наконец-то ура ура она у меня это красивые разные наборчики вышивка на деревянных заготовках и на пластике много новинок а также что-то из старенького здесь разные игрушки новогодние и поделки фигурки всякие аж целый пакет девочки также новогодняя здесь юбка для елки вот фирма красуня много всего интересного вот такие красивые розовые коробочки с волшебной страной здесь у нас открытки косметичка заготовки игрушки еще другие большущий заказ конечно мы сделали будет отдельное видео на моем канале о данных покупочках конечно я оставлю ссылку под видео так когда она вышивальна неделя выйдет чуть позже сейчас все это рассматриваю любуюсь красота конечно целый пакет с волшебной страной здесь много столько игрушек новогодних красота ох как я рада просто рада как ребенок очень выгодно девочки собраться вместе и сделать заказ на иголочке комьюа с украинского сайта да мы договорились с татьяна барыльченко а также с другими рукодельницами все это заказали получилась огромная большая посылка где-то больше 8 килограмм вот и доставку разделили на несколько человек так выгодно так что если вы дружите общаетесь и живете в одном городе можете также собраться и сделать заказ сэкономить на этой доставке конечно у меня еще много хочу шик с этого сайта там большой широкий огромный просто ассортимент столько красоты и заготовки и наборчики ну все что угодно все что угодно нашей душе до находится на этом сайте кто любит вышивать бисером это просто рай для рукодельницы в дальнейшем конечно я буду делать заказ не знаю как скоро это произойдет может уже в следующем году может в этом посмотрим есть пока что вышивать сейчас я также еще раз буду всем пересматривать любоваться ой кайф сплошной кайф столько много красоты и девочки я также побывала в рукодельнице татьяны барыльченко в гостях и наснимала отдельное видео осталось только все это дело смонтировать оставлю также уже ссылку на данное видео повторю что вышивальна неделька выйдет чуть позже о покупках и о гостях у татьяны барыльченко будет отдельное видео и ссылки в инфобоксе проходите и смотрите знакомьтесь замечательной рукодельницы татьяны барыльченко мне очень понравилось у нее в гостях уютная красивая квартира замечательные картины и разные красивые прикладные вещицы которые она нам всем показала да здорово интересно собеседник повторюсь здорово провели время просто на эмоциях так все спонтанно как бы в первая наша встреча девочки сплошной позитив до одновременно какое-то немножко стеснение радость волнение все это смешанное чувство да вот очень классно провели время время очень быстро пролисела короче девочки оставляю ссылки посмотрите обязательно посмотрите я надеюсь вы зарядитесь огромными положительными эмоциями и вам всем понравится татьяна барыльченко тоже любит вышивать очень любит вышивать бисером да все я на эмоциях сейчас нахожу так что уже у меня просто пропадают слова мне все понравилось кстати она замечательная хозяюшка приготовила такой вкуснейший пирог как шарлотка я люблю обожаю всякие разные вкусняшки но я на правильном питании придерживаюсь исключаю все мучное сладенькое и ограничиваю себя в остальном вот худею девочки да я уже похудела прилично как-нибудь об этом в другой раз расскажу но татьяна соблазила меня на маленький вкуснейший кусочек пирога очень вкусно всем было здорово провели время поболтали побеседовали о вышивке и не только так что проходите по ссылкам и смотрите а сегодня я буду заканчивать свое видео и увидимся уже завтра суббота и воскресенье я вообще не вышивала так как полностью была загружена работой ну а сегодня у нас уже наступил понедельник 29 октября и я взяла свой очередной начатый процесс от dimensions из gold collections успела уже повышевать это вот такой красивый яркий веночек все сезоны размер готовой работы напомню получится 36 на 36 сантиметров вышивка на 18 а иди с ними принимаю участие в нашем сп любимый дименше с 2018 год в последнее время я этот венок вообще не вышивала так как заканчивала другие проекты сейчас я очень соскучилась по этому веночку поэтому потихоньку собираюсь дальше продвигать и чередовать с другими вышивками напомню на каком этапе я остановилась так у меня был отшит самый самый первый лист это у нас весна вот такая красота разные цветочки розочки это у нас пуантесия часть зимнего веночка да так и в центре гнездо с яйцами а также земляничка очень красиво ярко все получается сейчас заново после перерыва заново опять привыкаю к значкам да и сегодня вот так выглядит мои продвижения это вышивается покажу сразу по схеме вышивается белые ландыши перешла я уже на второй лист это у нас лето изобилие красивых цветов две маленьких стрекозки черешня и дальше у нас подсолнухи будут вот 18 аида мелкие крестики вроде бы на первый взгляд совсем немножко отшита но я посчитала у меня получилось почти 1000 крестиков а если точнее быть девятьсот девяносто семь крестиков и я успела отшить за сегодняшний день вот пока все конечно это без бэкстича бэк я сделаю позже хочу я обрезаю обычно планирую в процессе вышивать да вот так легче будет хочу еще больше повышевать но потом буду чередовать конечно бакстич с крестиками потому что мне потом сложнее будет его здесь очень очень много бэка видите замечательный красивый веночек буду вышивать дальше чередуя с другими процессами красота конечно превью уже нравится я представляю какая будет готовая работа девочки сегодня у нас 29 октября и на моем канале появилась круглая цифра как 7000 подписчиков хочу сказать всем огромное спасибо кто подписывается на мой канал смотрит меня и комментирует конечно это очень приятно всегда вдохновляет и радует что можно дальше снимать разные видео и показывать на своем канале ну что ж на сегодня все буду закругляться до завтра наступил вторник сейчас у нас вечер и у меня очень чешутся руки чтобы начать какой-нибудь новый наборчик от волшебной страны у меня их очень много я сейчас думаю решая какой же мне все-таки выбрать столько много красивых разных игрушек и фигурок так что глаза разбегаются ну что через мгновение вы увидите какой же я начну самый первый набор от волшебной страны и так сегодня я буду вышивать вот такую красивую белочку это у нас новинка белка с орешком так размера девять с половиной на 10 половиной сантиметров ну что ж давайте вместе скроем и посмотрим что же у нас там внутри так во первых это деревянная заготовка в виде белочки и вот такая подставка из дерева вот так она должна быть вот классная так внутри у нас девочки красивая открытка с розами ух ты какая интересная в виде сердечко да так что там внутри тоже хочется посмотреть по моему они пустые идут можно подписать и подарить кому-нибудь да все верно я видела девчонок они показывали что эти открытки идут без записи вот нет подарка дороже чем подарок сделаны своими руками волшебная страна чудесная открытка дальше давайте рассмотрим дальше так это у нас такая брошюрка с инструкцией что входит в наборчик здесь написано так на украинском и на русском языке так рекомендации по вышиванию бисером так ладно разберемся так вот таком зип пакетики у нас лежит бисер петр давайте рассмотрим так здесь у нас если не ошибаюсь 6 цветов чешского бисера вот такие красивые красивые цвета да ох ты смотрите какой необычный интересный бисер похож очень на натуральный камень забыла как называется я впервые кстати такой вижу бисер интересно необычно такое так дальше под номером один вот такой прозрачный с прокрашенной сердцем к и белого цвета бисер под номером два вот такой светло желтый тоже прозрачный красивый бисер номер три медовый красивый бисер такой светло-светло коричневый цвет его больше всего здесь вот такой блестящим темно-коричневый цвет пятый я уже вам показала необычный цвет бисером и шестой черный цвет жемчужный черный бисер вот так же положили в наборчик бобинку с нитками от волшебной страны от волшебной страны очень красиво интересно бобиночка девочки впервые держу такую бобинку в своих руках нитки белого цвета и две бисерных иголочки красивая конечно у меня получится целая коллекция таких бобинок если все отшить то что я прикупила вот такая заготовка вернее задник для нашей белочки из светло-желтого фетра очень тоненький такой фетр миллиметрик точно где-то да яркая такая заготовочка и инструкция цветная инструкция очень здорово крупные значки вот пожалуйста все хорошо видно так ключик на 6 это у чешского бисера здесь указан сразу номер бисера сколько штук здесь и вот такие цвета все видно и понятно в принципе ну что ж теперь осталось только организовать данный процесс насыпать бисер в органайзер и вышивать чудесную белочку сначала я думала что возьму органайзер для бисера от волшебной страны но посчитала там много ячеек на 12 и на 9 а у меня здесь шесть цветов бисера так вот такой свой старенький органайзер взяла для бисера здесь семь ячеек и как раз вот все поместится ну что ж буду насыпать бисер и готовиться к вышивке насыпала я уже весь бисер и пытаюсь достать нитку с бобинки думаю что это такое присмотрелось хорошенько а здесь оказывается ниточки зафиксированы прозрачной ленточкой такой скотчем вернее вот нужно это убрать срезать и использовать я хочу эту ниточку так убираю ой камерой слушать с первого раза и не получается где это она у нас такая прозрачная невидимая цепляю и нитки ну и вот что мне удалось отшить за сегодняшний день вышивала я правда не целый день но за это время отшила пол белочки здесь классный подбор бисера все красиво смотрится красивый яркий такой блестящий бисер посмотрите какой получился орешек это все благодаря этому необычному цвету бисера кстати я впервые вышиваю таким бисером он такой двухцветный с потертостями и чем-то мне напоминает мрамор плюс еще какой-то камушек все крутится название в голове никак не вспомню ну слабая когда разбираюсь разных камнях может посмотрю в интернете потом поищу так все здесь легко девочки вышивается большие дырочки бисерная иголочка с легкостью проходит через данное отверстие иногда конечно приходится крутить туда-сюда эту заготовку чтобы попасть в ту или иную дырочку легко вышивается но не так быстро как хотелось бы потому что это все таки не ткань с нанесенным рисунком или канва а деревянная заготовка мне нравится работать с деревом нравится запах дерева и раньше я вышивала разные красивые шкатулки плюс обереги и новогодние игрушки но только от другого производителя а от волшебной страны это моя первая игрушка закупила я много разных игрушек новогодних плюс поделок всяких так что нужно будет вышивать красиво получается если посмотреть по схеме ну и отшила даже большую часть белочки ну вот так это да вот столько я уже отшила остается мне меньшая часть меньшая половинка и завтра я продолжу вышивать эту красавицу надеюсь ее закончить именно завтра ну вот так как сказать ну вот так мы пока растворем и приемлемы ну вот так ну и ну сегодня у нас 31 октября среда и я закончила вышивать свою красивую белочку вот такая чудесная белка с орехом у меня получилось и отшилась за два дня конечно можно ее отшить и за день если хорошенько посидеть я никуда не торопилась вышивала с удовольствием и вот пожалуйста результат очень красивый плавный переход бисера здесь так переход цветов надеюсь через камеру видно как все красиво смотрится еще раз покажу этот орешек вышивался необычным цветом бисера по крайней мере я впервые таким бисером вышивала и мне понравился эффект результат классная белка с пушистым хвостом и это будет очередная моя белочка символ моего рукодельного канала на ю тубе вот такая красавица мне осталось только приклеить задник с обратной стороны вот этот фетр желтого цвета почему я это еще не сделала все очень просто я раздумываю о том что мне сделать вот с этим деревом который выглядывает с под бисера до частенько видела как на ю тубе девочки покрывает красками и хочу что-то сюда подобрать купить какую-нибудь акриловую краску вот покрасить также хочу покрасить вот эту подставочку ну а затем приклеить фетр сделать задник вот такая чудная белка получилась мне понравилось вышивать это моя самая первая игрушка от волшебной страны классный результат девочки замечательные поделки новогодние игрушки должны получиться их у меня очень много так что буду с удовольствием дальше вышивать так как ее поставить что-то немножко считается так вот так не видно у меня камера так стоит сверху вот она какая ладно подержу в руке вот такая чудесная белка так размер этой поделки игрушки девять с половиной на десять с половиной сантиметров касается насчет бисера хочу сказать бисера мне всего хватило в принципе вот весь остаток бисера и ниточки я почему-то думала что мне этих ниток не хватит но как видите все осталось вот на вторую игрушку такую конечно не хватит вот но в принципе все кладут с запасом и это здорово вот эта белочка вышивалась бисером шести оттенках вот такая красавица за два дня у меня получилось ну что ж на этом все спасибо вам всем за ваше внимание буду заканчивать снимать свою вышивальную неделю и хочу попрощаться с вами была алла белочка я вам желаю отличного осеннего настроения и успеха в творчестве до новых встреч всем пока пока